Сегодня у нас в гостях учредитель кулинарной мастерской Бубликов, дважды рекордсмен Украины Оксана Бубликова. Доброе утро! Доброе утро, Оксана! У нас не только Оксана сегодня в гостях, но и ее замечательная продукция. Оксана, как вам вообще, первый вопрос традиционный, как вам вставать в такую рань для того, чтобы прийти к нам в эфир? Нормально. То есть для кондитера это нормально? Нормально. Сегодня мы говорим о рекордах. Как я говорил уже, обладатель дважды, дважды рекордсмен Украины. Оксана, расскажите, что же это были за рекорды, потому что это не обычные рекорды. Не обычные. Это не перетягивание каната, это какие-то кондитерские вот такие вот произведения. Ну, вообще-то Оксана по образованию не кондитер, Оксана просто предприниматель. И вот громадским харчеванием я занимаюсь уже не первый год, как деятельностью предпринимателя. И вот когда мы открыли кафе, как кондитерское, то кондитерский мир, он очень многообразен и многогранен, но мы выбрали направление пряники. И вот в этом направлении мы стали очень плотно развиваться, и в этом направлении я нашла себя. И как творческого человека, и вижу в этом как бы будущее такое не просто бизнеса, а как любимого дела, и еще такой продукции, которую можно не просто поздравить человека, а удивить и поделиться какой-то позитивной энергией. И вот мы как бы начали свою деятельность сразу по-одесски, с размахом. Мы сделали рекорд. Самый большой пряник в Украине, который был размером 12 квадратных метров. Мы представляли его два года назад на Думской 2 января. В рамках «Одесса мама накрывает». Мы угостили там деток-сирот, которых туда привезли, и делали под них полностью программу на Думской. И вот это был наш первый такой, не просто рекорд, а первое наше выступление на всеобщее обозрение. И тогда мы бесплатно угощали всех людей. Сразу пошло в Одессе у нас очень. Это сейчас мы уже на каждом фестивале. И на каждый фестиваль мы продумываем какую-то такую мега вкусняшку. Как бы это уже событие, это уже какой-то проект такой. И одесситы нас очень поддержали вот в этом первом рекорде своими эмоциями, своей благодарностью, потому что пряник был полностью про Одессу. Что там было на нем? Это был не просто пряник 12 квадратных метров. Ну, если можно было бы сфилонить, да, то можно было бы просто разрисовать, как в тему там желто-блокитный пряник, и мы были бы рекордсмены, но мы же из Одессы, понимаете. И мы сделали пряник, рождественская пряничная одесская открытка. Мы сделали открытку про Рождество в Одессе. Это было море, это были чайки, это были снежинки, это были одесские дворы, это был юмор в этой открытке, это был Дед Мороз на Хаджибеев в морячок в тельняхе, а Снегурочка это была русалка на рыбке бычок. Ну, то есть помогала в этом Станислава Лисовская, известная такая в Одессе художница. Она и разработала эскиз этого пряника, и она же пищевыми красками по сахарной глазури его расписала. Насколько сложно технически осуществить вот такой действительно рекорд, грандиозное такое творение? Ну, это нелегко, я сразу говорю, потому что надо продумать полностью все, от конструкции на колесиках, да, которая частями собирается потом, ну, до оформления. Это все нелегко, я работаю не одна, со мной работает целая команда людей. Это колоссальный труд, это колоссальное количество нервов, начнем с того. Как мы его изготавливали? Ну, изготавливать это было первый раз, как бы для нас, да, сейчас нам уже, ах, там, торт 8 метров сделать, там, это уже, ха, легко, да, тогда это была первая работа, первая наша работа, и она вызвала всеукраинский интерес, и к нам приезжали не только ваши коллеги, и к нам приезжали и канал 1 плюс 1, то есть ответственность была очень большая, потому что за спиной город Одесса, ну, как бы, это большая ответственность. Но нас тогда выбила из клей погода, помните, да, когда занесло Одессу на Новый год, да, а в Одессе отключали свет в декабре, и мы приняли решение делать этот пряник в мастерской в Южном, а это надо было переехать. Но я вам хочу сказать, Одесситы, это не просто люди, это не простые люди, это люди душевные, и когда мы делаем такие проекты, мы знаем, что они отзовутся в сердцах каждого Одессита. Мы ехали просто 31 числа в Одессу к себе домой, из мастерской, обреченные, и просто перед нами ехал грузовичок, и на нем было написано, продам. И там ехал прекрасный Одессит дяди Саша с фонтана, с какой-то последней станции фонтана. Он ехал из Николаевской области, пробирался через эти сугробы. Мы остановились и сказали, дядя Саша, такое дело, надо помочь. И дядя Саша в 8 утра 2 числа был в Южном, за 46 километров от своего дома. По тем снегам. И когда дядя Саша, Одессит, с какой-то станции фонтана, узнал, что этот пряник раздается просто детям на площади Одессита, мы бегали с дядей Сашей еще полчаса, чтобы он взял деньги, понимаете? Хотя бы на бензин. Вы угадали, потому что вы Одессит, и вы сразу поняли, да, о чем я. Всегда мы получаем поддержку, очень большую поддержку людей. Поэтому как бы сложно не было делать такие проекты, мы когда получаем вот эту ответную реакцию людей, мы никогда не говорим, все, это все. Это когда вот идет проект, и когда нервы, я говорю, все, это последнее. Это последнее, что мы будем делать, все, все, мы отдыхаем, мы не делаем. А потом мне звонят и говорят, Оксаночка, вот у нас 1 апреля. Надо. И мы начинаем придумывать, вот сейчас мы посмотрим, если будет возможность. Кстати, на 1 апреля у вас также был изготовлен один из пряников, да, насколько я помню? Сейчас мы можем поговорить о втором рекорде по очереди, да, как мы договаривали с вашим редактором. Мы сделали второй рекорд Украины, это был торт, эклерный торт в виде клубники на клубничный фестиваль. Я не знаю, как вы, люди, не имеющие отношения к кондитерству, да, но кондитеры, которые сейчас слушают и которые видели эту работу, они вообще поймут, что мы вытворили. Ну, вообще, вот как кондитер. Потому что эклерный торт, это торт, который надо вот изготовить, и сразу вот подача его должна быть. Сразу съесть. Да, и подача должна быть. Это, знаете, как, это вызов был самим себе. А слабо, а не слабо. То есть тоже работала огромнейшая команда людей над этим изделием. Работали мы целую ночь. Перевозил такой торт тоже рефрижератор с холодильника, потому что это было лето, это была жара, а этот торт, он как раз эклер. Ну, заварной крем, эклер, да, вы сами понимаете. Вот, но мы это сделали. Мы это сделали опять с размахом по-одесски. Мы всегда прорабатываем вот эти мелочи. Там были и прянички, и клубнички. Ну, то есть и ящики с клубникой. Все это было съедобно, пряничные ящики с клубникой. Ну, как бы мы делали это на семейный фестиваль, и мы делали уже такую вкусняшку для детей в основном, понимаете. Тоже одесситы, они всегда, ну, отзываются очень, ну, как вам сказать, ну, очень. Они дают в ответ свои эмоции очень. Вот вы говорите, последний, последний. Какой следующий рекорд вы планируете захватить? Рекорды нет. Первый рекорд это был, да, это вот заявить о себе, а второй рекорд это был по заказу организаторов фестиваля. Они же искали спонсора, как бы мы делали, мы были как исполнители этого рекорда. Я думаю, что самолюбие можно потешить один раз, и как бы потом уже не стоит этим заниматься. И следующие наши работы, если вот будем сейчас показывать и говорить о них, они не уступают рекордам, потому что это самый длинный торт, это самый, там, тяжелый торт. Ну, следующие все наши работы, они... Сейчас можно посмотреть, если у нас такая возможность. Да, да, да. Давайте покажем несколько фотографий, что это. Вот одна из моих любимых работ «Одесса – это целый мир». Мы представляли этот торт в Горсаду на 1 апреля. Здесь, на двух полушариях, Одесская область изображена в виде единственного материка. И вот все достопримечательности Одессы, они прорисованы в этом материке. Я вам хочу сказать, что люди реально... Вот я видела слезы на глазах. Это был веселый праздник, да. Потому что подходили женщины, и они говорили, шарик наш. Ну, как бы это одесское такое выражение, которое уже этому торту сопутствует. Шарик наш, понимаете? Одесситы, они же разбросанные. Есть одесситы, как говорят, рассеянные по всему миру, да. Вот они по всему миру, одесситы. Но где бы одессит ни был, в какой точке мира, он с гордостью говорит, что я из Одессы. Какие еще вот... Вот «Welcome to Odessa», да. Это торт, который признан как бы самым длинным тортом. Мы приготовили его на туристический фестиваль. Этим фестивалем Одесса открывала туристический сезон в Одессе. Вот. Да, это, по-моему, было как раз этой весной, насколько. Да, да, да. В 2016 году весной. Вот после 1 апреля мы сразу через 2 недели представили следующую работу. Да, было это в новостях, действительно произвело фурор. А есть ли у нас еще какие-то торты? Вот это первый пряничный шоколадный торт, с которого все началось. И он был метр двадцать в диаметре. И мы тогда думали, о, это бомба торт. Это очень большой торт, это мега торт. Это вот Дмитрий Шпинарев позвонил и сказал, «Оксаночка, а можно сделать торт помидор на фестиваль?» Не у помидора, да. Одень помидора в жару. И как сделать торт в жару, да, 40-градусную? Не из помидоров. Да, не из помидоров. И мы вот придумали прянично-шоколадный торт. И мы подружили пряник с шоколадом. Это тот торт, который переносит разницу температур и не боится... Тот торт, который мы разработали специально для массовых мероприятий Одессы. Вот, запомните эту информацию. А что это? Это последняя работа наша. Она... Город Южный праздновал свой день рождения и честил олимпийского чемпиона Юрия Чебана. И мы для детей всех присутствующих на площади испекли в честь Юры такой торт в виде олимпийских колец. И Юра угощал деток Южного этим тортом. Да, да. Причем мне очень понравилось, что Юра спокойно стал... Он не просто разрезал первый кусочек, это пряничная медаль, копия Юрыной, тоже в диаметре метр двадцать. Юра стал и спокойно поработал и раздал деткам этот торт. Юра молодец! Юра молодец! Юра молодец, да. Юра молодец, кстати, да, мы поговорили о рекордах, кстати, я хочу показать на камеру, вот у нас здесь сейчас есть такие пряники, если есть возможность, крупным планом, пряники с изображением Дюка де Ришелье, одесские мотивы. Это пряничная коллекция, есть город, который я вижу во сне. Это вот как раз тот вариант сувенира, съедобного пряничного, который вы можете привезти из Одессы своим друзьям в любую точку мира, вам не будет стыдно. Обращайтесь в мастерскую Бубликов, где есть действительно такая замечательная серия одесских съедобных сувениров. Оксана, спасибо вам большое за столь ранний визит и еще и не с пустыми руками, что немаловажно и приятно не только нам, а в первую очередь нашим телезрителям. Хотим, кстати, вот держал до самого последнего момента этот факт, тот торт, который мы с удовольствием разрезали в прямом эфире в день рождения проекта «Утро на седьмом», 15 сентября, в день, когда нам исполнилось проекту два года, испекла для нас также Оксана. Это моя кулинарная мастерская, это целая команда, да, Оксана не сама работает. Ладно, разрезали, мы его дружно потом за кадром после дня рождения уплетали. Ну вот у вас это и был пример прянично-шоколадного торта. Это было просто потрясающе, это было великолепно. Те, кто еще не пробовал продукцию кулинарной мастерской Бубликов, обязательно это сделайте, потому что, поверьте нам на слово, пока на слово. У нас в гостях была учредитель кулинарной мастерской Бубликов Оксана Бубликова. Кстати, а где можно найти вашу продукцию? Сейчас мы в процессе переезда, мы из Южного переезжаем в Одессу, пока есть только мастерская, и в скором будущем появится уже то пространство, где мы сможем встречать гостей и угощать их. Уже проект кафе, мы уже переросли, нам нужна мастерская и пространство, где мы будем встречать гостей, чтобы это было действительно по-одесски. Мы обязательно об этом расскажем в ближайших эфирах, когда же это произойдет, и с удовольствием будем видеть в гостях у себя таких талантливых, по-вкусному талантливых людей. Спасибо большое, утро на седьмом продолжится после блока рекламы, не переключайтесь, впереди много не только интересного, но и вкусного.